это чей канал нету никого ну все сейчас тогда буду всех перебивать и ролики чужие тырить евгений пахин очень знаменитый политический можно сказать человек который в россии поддержал украину и сейчас отбывает заключение в российской тюрьме за проукраинские позиции спасибо большое евгению пахину за такую позицию что не сдался и не отступает от своих идей бороться против русского нацизма и русского фашизма спасибо евгению пахину еще за то что помогал в сэу за то что помогал и ждал украину санкт-петербурге это очень печать за спич он там выступает перед кем-то перед аудиторией гномов не огромная благодарность так чат летит здравствуйте здравствуйте вопрос а почему вы какого-то пахина вспоминаете кто это евгений пахин это знаменитые российские журналист который поддержал украину кто такой почему не знаю не поддержал где во дворе среди своих алкашей братьев пацаны это сам давайте поднимем бокальчик одеколона салом в пуповине пацаны пойдем бокальчик давайте все это малой малой я вас поддержал если чё меня зовут юлия не евгений папахин у меня папаха есть евгений папахин то я поддержала знай салом в пуповине цены наливая еще вот это известная личность данная на какой-то там евгений папахом не знаю отбывает тюремное заключение в российской тюрьме за про украинскую позицию у нас таких знаю сколько папахиных кто посадил когда два месяца назад российская власть посадила его он из петербурга был да точно не слышал никогда про него давайте конечно он 2014 года поддерживает украину поддерживает она падает надо поддержать немножечко упадает на на него поздравляю пацаны я подержу идите я подержу поза евгений папахин подержу подержу идите я подержу 2014 что говорил он он говорил что ни в коем случае он говорил что российские солдаты одумайтесь и сложите оружие ведь вы идете не за свое государство за то чтобы воспроизводить террористические акты бункерного деда то есть какой-то алкаш где-то чё-то ляпнул и он это водрузил на знамя этого алкаша прям вас на знамя его надел и с этим знамем и идет по рулетке у нас тут один евгений вернее у вас у вас евгений этот с пивнухи с местный заявил поэтому все поэтому вот честь и хвалает малкашу а в смысле журналист слушать этот четырнадцатого года говорил он четырнадцатого года говорил что украина заберет донецк луганцы и крым после четырнадцатого года у нас был одно заключение и сейчас этот человек отбывает другое тюремное заключение говорил что заберут а чё не забрали ну как так бля евгений главное сказал евгений папахин выпил пиука сказал что заберут а вы сука не оправдали надежд евгения как так алё сало в пуповине то есть евгений за вас там отдувается а вы ничего не вернули все евгений вас не любит больше то есть его выпустили еще после четырнадцатого и снова потом посадили из дурки периодически выпускает а за вот эту до войну что он сказал хватит путину брать людям нагло и хватит уничтожать подождите давайте с четырнадцатым год слышны чесоточный хватит чесаться интересно же года когда организовалась лднр он сказал что это олени которые забирают города украины и что ничего хорошего не выйдет то что они пришли почему нам так кичится кто это вообще что это за пивняк почему он им кичится не прямо он что-то значит в жизни хотя бы одного двора а он бывал когда-нибудь в луганске в донецке вот это нет евгений он не присутствовал случайно на референдуме 11 мая четырнадцатого года а кстати насчет этого он же сказал что нарушение все украинского референдума было он об этом говорил нарушение все украинского референдума было в смысле а при чем здесь все украинские украинские если референдум проводил народ донбасса они захотели отделиться от украины под дулами клопов видимо ты там сейчас проводишь свой стрим клопы замучили под маской или отделить как это под дулами автоматов кто он и кто вам везде не евгений пахин показывал все эти реалии да да хотите вам реалии покажу вот смотрите вот это громадское телебачивание вот канал в юге а сейчас сейчас это заставкой ну вот это английский корреспондент видео фотошопе может любой делать и попробуй видео где-нибудь в этом сделать какого видеоредакторе в каком-нибудь в sony vegas pro в фотошопе любой может видео монтировать ты попробуй в какой другой программе не фотошопе для громадского телебачивания ролик размещен на ю тубе на громадском на канале официальном громадского телевидения вот смотрите сколько людей в мариуполе 11 мая вышли на референдум и ни одного с автоматами нету хватит клопов гонять под маской выпусти их подышать меня слышно да я слышу вас конечно что понятное дело что имеются враги народа мне нравится как он делает вид что у него есть чат об этом не спорят то есть чат пишет что евгений пахин заслуживает уважения и поскорее его да ему бы давно бы уже написали они знают его стопудовый мы уже написали там реально чат был поскорейшего освобождения не а люди донбасса заслуживают уважения они вышли на референдум я сам родом с города краматорска прекрасно ну краматорск он наверное не проводил референдум свое время потому что мы не проводить референдум нам нравится нравится что быть в маске с клопами сидеть видимо ему нравится в рулетке при власти украины с украины ну безусловно вы имеете на это право нам это кому тебе и твоему компьютеру а остальные спросить не хочешь попробуй он сказал не и не пакин то что когда украина уничтожала лднр что мы освобождаем же свои же украинские территории от российских террористических группировок подождите российские террористические группировки это где были лднр на секунду а кто их признал террористическими группировками весь мир весь мир пивнух уходил вся пивнуха проголосовала пацаны их сто и там все раз слез рук вся пивнуха проголосовала ну у меня мир просто маленький мой мир лично он небольшой весь мой мир проголосовал поэтому весь мир можете документ какой-нибудь дать хотя бы один на уровне международных организаций которые признали луганскую или донецкую народные республики террористическими организациями сейчас секунду photoshop откроется походите сейчас секунду photoshop долго открывается подождите но просто назовите где мне посмотреть я загуглю сейчас я уже гуглю на вы сами проверяете да интересно да 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 так сейчас я сейчас какая страна в мире клопы просто жрут под маску не может вот даже украина признала ли как его там жрут клопы это же днр днр что вы мучаетесь в этой маске украина да 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 в смысле да о признании организации вы меня слушаете да да конечно не организации днр и лнр террористическими а украины это весь мир ну а больше в мире нету ничего украина и маска с клопами все уже в мир больше николаный ма я учера в окно выглядывал там украина а мурамино там тоже украина за домом тоже украина в мире нету больше ничего украины и пивнуха моя и эта маска склопами все нашу весь мирple Российской Федерации спонсором терроризма. Граждане Украины, уже второй год идет кровопролитная война на украинском Донбассе. Гибнут наши братья, мужья, отцы и дети. Миллионы людей оставили жилье и работу, и многие семьи разделились. Но в прошествии этих двух лет наше правительство так и не определилось на законодательством уровня с виновником агрессии против Украины. Подождите, ДНР и ЛНР ведут террористическую деятельность, направленную на свержение конституционного строя в Украине. А именно Российская Федерация спонсирует эти ДНР и ЛНР, поставляемые оружие и боеприпасы, обеспечивая приток террористов на нашу территорию. Так, а решение это чье? Верховная Рада, не знаю, администрация президента. Это официйный указ президента Украины. Прямо указ вот так звучит? Да. А что, прям в указе написано признать Донецкую Народную Республику или Луганскую Народную Республику террористической организацией? Ты трусы свои уже все из-за этого, из-за этого, из-за этого. Алло, чел. Сними уже, не мучайся. Вот, до аннексии России в 2014 году. Мне уже жалко его. Подождите, аннексия России или террористические организации? А аннексия, это же как раз террористическими организациями идет. Да? А, аннексия это только террористическими? А, я понял. А если вот, ладно, тогда не идет. Тогда нет, тогда нет. Тогда только... Серьезно? Конечно, аннексия, ЛДНР, Донецкая и Луганская. Подождите, аннексия это захват территории одним государством, территории другого государства. Так, ну, а ДНР проводила аннексию государства. Ну, ДНР, они входили в состав Украины. Они раньше были украинцами. Они другую территорию не захватывали. Они потребовали независимости своей территории в Донецке, в Луганске. Вот смотрите. Сейчас, 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 сейчас. Так. Не торопитесь. Где, где, где? Чел, привыкнешь, ты потом будешь всю жизнь чесаться. Сними, мучайся. Сейчас, сейчас, сейчас. А вы в свободной стране живете? Да, конечно. Чесаться у вас разрешено? Прямо постоянно? Можно у вас чесаться? Что прям вот сидел 10 минут и прям чесался весь? Это разрешено? Ну, тогда ладно, тогда чешись. А в маске почему? Ну, потому что правый сектор... Вас преследуют? Нет. А, вы боитесь, что когда придут русские, вас найдут? Нет, я не боюсь русских вообще. Они не страшные. А зачем маска тогда? От клопов. Все бойцы правого сектора носят маску. Ну, это же противоречит законом демократии. Нет. Свободы. У вас, кстати, балаклавы запрещены в стране? Для определенных организаций нет. Не запрещены. Смотрите. Для долбодятлов не запрещены. Там так и написано. Долбодятлы могут ходить. Хай с ним. Ходить. Война в Донбассе или вооруженный конфликт в Донбассе. Боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины, начавшейся в апреле 2014 года и предшествующей полномасштабно. Второе вторжение России на территории Украины являются частью российско-украинской войны. Боевые действия велись между украинскими вооруженными силами Украины и другими силовыми структурами и нерегулярными добровольческими формированиями против самопровозглашенной Донецкой и Луганской народной республикой, которая входила в состав Российской Федерации. Где он читает? Луганская и Донецкая республики входили в состав Российской Федерации в 2014 году. Павел, есть это объяснение этому какое-то? Когда входила... Подождите, Донецкая народная республика входила в состав Российской Федерации? Ну, конечно. Когда? В 2014 году? В 2014 году. Он читает или придумывает? У меня сейчас один вопрос. Он просто читает какую-то чушь или он прям придумывает? Вообще-то Россия признала их независимость в 2022 году. А как Россия может признавать независимость другого государства? А кто должен признавать? Как говорит, Россия может признать независимость какого-то государства? Кто? Ну, кто-то же должен признать Россию, кто же может? Сказали, что они уже с 2014 года входили в состав России. Слушайте, хватит брыкаться. У вас очень чешется лицо. У вас очень чешется лицо. Вы мучаетесь. Мне вас жаль искренне. Сейчас прыгаетесь как уж на сковородке. Нет, давайте признать, что... Что ваша страна виновата и все. В чем, в чем? Вы, говорит, сейчас прыгайте как уж. Не, ну, чело интересно, интересно. Чешется неплохо. В оккупационных действиях. А, нет, смотрите. Наша страна ввела войска на территорию Украины 24 февраля 2022 года. А до этого 8 лет обошла гражданская война. И российских войск на территорию Украины никто не нашел. А поставку россиянами оружия и боеприпасов? Ну, этого тоже доказать никто не смог. И российские паспорта на территории Донбасса. Часоточный чешет, конечно, нормально. Российские флаги на территории Донбасса. Паспорта – это не война и не агрессия. Паспорта – это выбор граждан. У нас в России не запрещено двойное гражданство. Поэтому все, кто... У вас нет демократии. Ну, в смысле нет. Кто вам сказал эту гадость, что у нас нет демократии? У вас нет демократии. У нас разрешено двойное гражданство. И любой гражданин... Простите, пожалуйста. Да, это важно очень. Зеленский звонит. Секунду, надо отчитаться перед делом. Алло. Владимир Александрович? Да, я на службе. Попозже перезвоню. Да, я вот тут служу это самое кокаину. В смысле героину. В смысле Украине. Да. Я сейчас перезвоню. Секунду. Нет, еще. Ну, я думаю, что достаточно. Уже неинтересно. Просто дальше. Ну, сколько можно избивать младенца? Хорошо. Хорошо.